Всем привет, ребят! Меня зовут Игорь Исаченко, с вами сайт Исаченко БИС. И после перерыва, связанного с моим переездом в другой город, я возобновляю уроки по Cinema 4D и сопутствующим программам. Сегодня мы рассмотрим такой комплексный урок по моделированию, визуализации и постобработке концепт-арта. Будем делать вот такую картинку с летающими островами. Моделировать мы все будем полностью в Cinema 4D. Ну и постобработку будем делать в Lightroom и Photoshop. Нам также понадобится плагин EVGrower, который нам поможет выращивать плющ на нашей геометрии, на наших поверхностях. И плагин Nitroblast, с помощью которого мы будем разбивать наши поверхности на более мелкие части. Собственно, вроде бы это все плагины, которые нам нужны. Но и также для текстурирования, для создания каких-то деталей, я использовал, во-первых, библиотеку Cinema 4D, встроенную. Здесь есть библиотека замечательных растений, например, и деревьев. И также я использовал пакет Texture Kit Pro от GSG, где есть очень неплохие текстуры металла, песка, камня и так далее. Поскольку это скетч, работу мы будем выполнять быстро, ну и, соответственно, будем пользоваться какими-то пресетами. Впрочем, если у вас нет пакета от GSG, довольно много замечательных материалов есть в самой библиотеке Cinema 4D, в стандартном. Ну что ж, давайте начнем. Начнем мы с создания пирамиды. Заходим в примитивы, выбираем пирамиду. Это и будет наш центральный объект, наш остров. Давайте сразу повернем на 180 градусов, начинаем поворачивать, после чего зажимаем клавишу Shift, и тогда у нас поворот будет происходить ровно по 10 градусов. Переворачиваем на 180, щелкаем по нашей пирамиде и увеличиваем ее в размерах. Давайте поставим 400, 600, 400. Прекрасно. Перейдем в Display, Card Shading Lines, чтобы мы могли видеть линии на нашем объекте, линии сетки. Видим, что пока у нас пирамида слишком волупольная, поэтому добавляем сетку, выставляем число сегментов в 25. Но поскольку у нас все наши линии сходятся в конусе, да, в одной точке, наша пирамида состоит из треугольников. Они будут нам потом немножко мешать при моделировании каких-то деталей на нашем острове, поэтому от них мы сейчас избавимся. Мы нажимаем клавишу C на клавиатуре, не забываем про то, что в Cinema мы работаем постоянно в английской раскладке, и клавишу Make Editable, и переводим нашу пирамиду в полигональный режим. Удаляем тег текстуры, он нам не нужен, после чего переходим в режим работы с полигонами. Нажимаем клавишу Ctrl-A, выделяем все полигоны, после чего щелкаем правой кнопкой и выбираем пункт Antriangulate. Ну, практически, не все, конечно, но практически все наши полигоны стали четырехугольными. Прекрасно. Теперь пришло время добавить текстуру на наш объект. Я использовал для этого, заходим в Content Browser, я использовал для этого JSG Texture Kit Pro, и вот здесь вот во вкладке, вернее в папке Natural, есть такая где-то в конце замечательная текстура, называется Send Clumpy, которая имитирует песчаную поверхность, что-то такое. Два раза по ней щелкаем, добавляем ее в проект, и переносим ее на наш объект. После чего выбираем в настройках текстуры в Projection, не Spherical, а Cubic, чтобы наша текстура правильно раскладывалась по нашей геометрии. Но если мы сейчас нажмем на Render, то, естественно, мы увидим, что пока это даже отдаленно не напоминает какие-то острова, это напоминает просто пирамидку с текстурой. Что нам нужно доработать? И как мы будем создавать вот эти вот все выступы, неровности и прочее? Мы будем создавать эти выступы и неровности с помощью канала Displacement, в настройках самой текстуры. Итак, переходим в редактирование текстуры, включаем канал Displacement, и видим, что у нас здесь уже приустановлены какие-то значения, но они нам не подходят, эти значения мы будем выставлять свои вручную. Поэтому в пункте Texture нажимаем стрелочку и выбираем Clear, то есть удаляем все значения. После чего опять нажимаем эту стрелочку и выбираем пункт Noise. Так как задавать все эти наши смещения, мы будем с помощью шума. Щелкаем по нашему шейдеру и переходим в его настройку. В пункте Noise, где можно выбрать тип шума, мы выберем не обычный noise, а шум, называемый Blister Turbulence. Ну, он такой, какой-то более неравномерный, что ли, более такой рандомный. И теперь мы его немножко настроим. Global Scale мы установим значение 500, то есть увеличим, его как бы отмасштабируем немножко вверх, и у нас есть еще пункт Relative Scale, то есть согласно которому мы шум можем растянуть по любой оси, да, X, Y и Z. Поскольку нам надо сымитировать какую-то такую каменную поверхность, да, с какими-то такими камнями, да, расщелинами, мы выставим здесь Relative Scale по оси Y, да, это, как еще говорят, по оси Y, значение 500. И вы видите, как меняется наша текстура на превьюшке, да, теперь у нас есть какие-то вот такие вот выпуклости на нашей текстуре. Но, 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 если мы посмотрим на превьюшку нашего шейдера, мы увидим, что здесь практически нет черных областей, а черные области у нас означают впадины, а белые области, наоборот, какие-то выпуклости на текстуре. Поэтому мы немножко поднимем пороговое значение для черного, поднимем нижний порог, выставим его в 40%. Да, вот теперь мы видим, как поменялась наша текстура сразу. И теперь давайте попробуем нажать на Render. Ну, уже какие-то результаты есть, да, но пока их не очень заметно. Почему? Во-первых, потому что, переходим опять в редактирование материала, нам нужно вернуться, да, на шаг выше, вернуться в настройки самого дисплейсмента, и выставить, увеличить значение height, то есть это высота нашего смещения. Сейчас она стоит 5 сантиметров, давайте увеличим ее до 25. Нажмем на Render, посмотрим, что получилось. Да, стало гораздо круче. Но, тем не менее, мы видим, что из-за того, что мы увеличили высоту смещения, да, какие-то наши полигоны, сетка где-то просто покорежилась, да, стала отображаться неправильно, и полигоны стали проникать друг в друга. Происходит это из-за того, что тип смещения у нас стоит Intensity Centered, то есть вот эти вот 25 сантиметров у нас считаются от центра, то есть разбиваются как внутрь, так и наружу. Если мы изменим это значение и выставим просто Intensity, весь наш объект будет выдавливаться наружу, и от таких глюков мы будем избавлены. Ну, как видите, сейчас, да, у нас все более-менее ровно. Замечательно. Если у вас машина довольно мощная, да, и позволяет производить довольно сложные вычисления, вы можете вот здесь вот выставить галочку Sub-Polygon Displacement, что она вам даст. Все вот эти вот смещения, все впадины, да, выпуклости и прочее, при самом рендеринге у вас будут подразбиваться на новые полигоны. Их количество указано вот в пункте Sub-Division Level. Это очень круто улучшает картинку, то есть вы видите какую-то большую детализацию в финальной картинке, но пропорционально это увеличивает время просчета. И на слабых и средних машинах это очень чувствительно, поэтому у себя, допустим, я эту настройку оставлял выключенную, не выставлял. Итак, что нам необходимо сделать теперь? Для того, чтобы еще немножко увеличить смещение, да, добавить еще какого-то рандома нашей пирамиде, мы можем сделать такую штуку, прошу прощения, как добавить в сцену модификатор Displacer. Заходим в наши модификаторы, да, выбираем здесь Displacer и перетягиваем его под пирамиду. После чего, если у вас вдруг открыта вкладочка Object, то переходим во вкладку Shading и в пункте Channel мы выбираем не Custom Shader, а выбираем наш канал Displacement. И переносим в Texture Tag, переносим в наш тег текстуры. Теперь, если мы нажмем на Render, мы увидим, что наша картинка стала смещаться как-то, наша геометрия стала смещаться как-то более рандомно. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это добавить немножко полигонов, потому что пока у нас картинка слишком лоу-поле. Сделаем мы это тоже очень просто. Добавим в сцену объект HyperNorms, да, или SubD, для того, чтобы добавить нашей пирамиде уровней SubDivisions. Если мы теперь нажмем на Render, то мы увидим, что выглядит все гораздо более круто и гораздо более сглаженно. Но, 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 все равно наша пирамида очень сильно напоминает пирамиду, потому что, да, углы какие-то, нету каких-то таких более глубоких впадин, все углы ровные, то есть форма основная у нас осталась ровной. И сейчас мы эту форму будем менять. Давайте временно выключим наш HyperNorms. Снимем здесь вот эту зеленую галочку, выделим нашу пирамиду. Не забываем, что мы работаем в режиме работы с полигонами и нажмем, нажмем клавишу Ctrl-A. После чего выделим все. После чего мы щелкнем правой кнопкой мыши и выберем инструмент Magnet. И теперь мы просто начнем этим инструментом, да, деформировать нашу геометру так, как нам нужно. То есть добавим ей какой-то рандомности. Ну, вот что-то подобное мы создали. Давайте еще раз нажмем на рендер и посмотрим, как эта фигура теперь смотрится. Не забываем перед рендером включить наш HyperNorms. Ну, мне кажется, вот это уже стало получше, поскольку нету таких четко выраженных каких-то краев. Так, что мы будем делать дальше? Дальше мы будем использовать плагин Eevee Grover для нанесения какой-то растительности на нашу геометрию. Но перед тем, как использовать этот плагин, давайте перейдем в режим работы с моделью. Выберем какой-нибудь инструмент, например, перемещение. Нам надо объединить нашу пирамиду и воздействие на нее вот этого эффектора Displacer. Для этого выделяем пирамиду, заходим в меню Objects и выбираем Current State to Objects, после чего мы получаем новую группу с нашим объектом внутри. Прекрасно. Перетягиваем его под HyperNorms, а все остальное, то, что нам не нужно, удаляем. Вот он наш объект. Нажимаем на рендер. Да, видим, что мы получили абсолютно то же самое. И теперь на этот объект мы можем наносить текстуру нашего плюща. Но у меня был отдельный урок по Eevee Grover, он коротенький, буквально на 8 минут, где я подробно объяснял, как пользоваться этим плагином. У него есть такой небольшой глюк. Если объект находится дочерним к чему-то, то есть он находится в какой-то группе, а плагин не хочет с ним работать, поэтому пока мы нашу пирамиду вытащим наверх. Итак, давайте зайдем в Plugins, выберем Eevee Grover, перейдем во вкладочку Grow и двойным кликом поставим точку в том месте, где мы хотим начать выращивать нашу растительную. Нажимаем Grow Eevee и смотрим, как у нас появляются уже какие-то ветки, появляются направляющие для нашего будущего плюща. Нажимаем в нужный момент Stop Growing, переходим во вкладочку Birth и нажимаем кнопку Give Birth. Прекрасно. Часть уже готова. И так делаем несколько раз. Grow, Grow Eevee, выращиваем наш плющ. Прекрасно. Stop Growing, Birth, Give Birth. Ну и здесь в центре мы пока, наверное, ничего не будем выращивать, поскольку у нас здесь будут располагаться объекты. Итак, наш плющ выращен. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, пока не сильно впечатляюще, да. Теперь мы можем нашу пирамиду опять вернуть под наш HyperNerps объект. Давайте сразу переименуем эти объекты, да. Это будет наш Island One, первый остров и самый главный. И сгруппируем вот эти вот наши растения, да, в одну группу, чтобы просто ориентироваться в менеджере объектов и не захламлять его, да. Назовем Island One Is, например. Ну, вот так. Старайтесь все объекты всегда переименовывать, да, упорядочить, как-то упорядочивать в иерархии, чтобы вы потом сами не запутались, во-первых, в своей же сцене. Ну, и уж тем более, если вы эту сцену будете кому-то передавать, да, и человек откроет, увидит там полный хаос из пирамид, кубиков, каких-то объектов, он просто не разберется, что к чему, потому что в тяжелых сценах эти объекты, да, сотни и тысячи могут составлять. Итак, еще один момент. После того, как мы вырастили, да, несколько копий нашего плюща на поверхности, мы видим, что в менеджере материалов у нас появилось множество материалов одинаковых. Вот, опять же, это касается упорядочивания сцены. Куча одинаковых материалов нам не нужна, поэтому мы выбираем меню Functions и выбираем здесь Remove Duplicate Materials. Дублирующиеся материалы убираются, да, а текстура, которая используется в нашей модели, да, она остается и применяется ко всем нашим одинаковым объектам. Ну что ж, прекрасно, плющ мы вырастили, и теперь нам осталось, пожалуй, сделать еще такую вещь, как разбить вот эту вот нашу геометрию, да, сейчас она у нас выглядит как цельный кусок какого-то камня. Мы разобьем ее на отдельные какие-то камни, чтобы казалось, что эта скала состоит из многих-многих каких-то блоков. Добавим, то есть еще какой-то выразительности нашему острову. И сделаем это с помощью плагина Nitroblast. Давайте включим наш плагин. Зайдем в плагин, выберем Nitroblast и выберем Nitroblast Main. Ну и чтобы он не мешал и не перекрывал картинку, я его обычно перетягиваю куда-нибудь, куда-нибудь вбок, чтобы было удобно с ним работать. Итак, здесь у нас есть настройки Quality, да, Low, Medium, High и Extreme, ну, соответственно, низкое, среднее, высокое и супервысокое качество. Чем выше качество разбиения, тем, соответственно, больше на это уходит времени и машинных ресурсов. Поэтому я оставляю пули этим Media. PCS это количество кусочков, на которые мы будем подразбивать объект. Выбираем, я ставлю 50. Ну и, собственно, все, флажок Antriangulate отвечает за то, что полигоны у нас будут при разбиении четырехугольными, а не треугольными. В принципе, все, больше нам здесь ничего не нужно. Следим, чтобы был выбран наш объект Island и нажимаем Fracture. Ну, теперь мы получили такую группу объектов. Нажмем на Render. Да, и теперь мы видим, что наша скала состоит из отдельных каких-то, да, таких кусков. То есть между ними появились вот такие трещины отдельных подобъектов. Но эти трещины закрашены желтым цветом, потому как нитробласт, если мы сейчас развернем эту группу, да, мы увидим, что нитробласт накладывает на каждый блок две текстуры. Это оборотная сторона и лицевая. Нам все эти текстуры не нужны. Поэтому мы пока можем удалить всю вот эту вот группу, да, от нулевой части до 49. Удаляем. И точно так же нам не нужны теги выделения, поскольку нитробласт выделяет лицевую и оборотную часть блоков. Их тоже удаляем. После чего выделяем сами блоки и группируем их. Нажимаем Alt-G на клавиатуре английской раскладки и группируем их в отдельный объект. Так и назовем. Это будет наш Island Blocks. После чего перетаскиваем его под наш модификатор HyperNerx. А вот эту вот всю группу, нитробласт Island 1, мы можем удалять. Теперь мы применяем текстуру нашего киска вместе со смещением на саму группу. Не на каждый кусочек в отдельности, да, а на саму группу. И в Projection мы выбираем не UV Mapping, а Qubit. Давайте нажмем на Render. Посмотрим, насколько круто у нас получилось. Ну, мне кажется, теперь это выглядит более здоровски, да, чем выглядело в самом начале. Давайте посмотрим только, как выглядит наша плата наверху, поскольку это не менее важно нам на нем еще строить объекты. Ну, все выглядит, по-моему, прекрасно. Вот теперь наша пирамида стала уже похожа на... Да, у нас колонну какую-то. Нитробласт нам пока больше не нужен. Мы его можем закрывать. Выбираем Undock закрыт. Чуть позже мы еще к нему вернемся. А сейчас давайте уделим немножко времени и сделаем настройку нашего рендера, чтобы в будущем мы могли видеть нашу картинку, видеть наш рендер более качественно. Так, ну, во-первых, нам не нужны вот эти вот два материала, которые создал мой Нитробласт. Мы их можем удалить. Сейчас перейдем в настройки рендера. Давайте выставим разрешение 900 на 600. Я обычно выставляю для тестовых рендеров. Да, если, допустим, картинка у вас не сильно сложная и тяжелая, можно выставить разрешение чуть выше, например, 1200. Я выставляю физический рендер. Сохранять нам пока ничего не нужно. И заходим в эффекты. И здесь мы выбираем Global Elimination GI. После чего настраиваем его немножко. В качестве сэмплинга выбираем Low. Freedance Cache выбираем Preview и Minimal. Ну и оптимизацию зеркальных и стеклянных поверхностей ставим на 50%. Если у вас версия Cinema 4D выше, то есть там 16-я, даже 15-я, 16-я, 17-я, у вас это окошко будет выглядеть немножко по-другому, но принцип настройки, в принципе, сохраняется. Принцип тот же. Теперь для того, чтобы посвятить нашу цену, нам нужна какая-то HDRI-карта. Я ее брал также из контент-браузера. В пункте Visualize, Materials, есть папка HDRI. И вот отсюда мы можем взять, например, Sunset HDRI-карту заката, удалить вот этот тег, он нам не нужен, после чего выделить три вот этих вот тега, да, три самих карты, и немножко их повращать по вертикали, вот, чтобы у нас здесь на фоне нашего объекта было небо. Теперь нам необходимо создать какие-то строения на нашем острове, да. Я думаю, что мы создадим четыре башни по углам нашего острова. Они будут соединены забором, полуразрушенным каким-то, ну и в середине будет какое-то еще одно такое центральное строение. Давайте начнем с наших башен. Я переведу дисплей в режим Hidden Line, мне так удобнее работать с моделированием. И добавим в сцену куб. Это и будет заготовка для нашей башни. Давайте изменим его размеры. Выставим 50-250, то есть мы уменьшим его по ширине, высоту оставим такую же, переместим его ближе. К углу нашего острова. И увеличим количество сегментов. Я выставляю 10, по высоте 15 и по Z тоже 10. Прекрасно, теперь клавиша AC на клавиатуре перевозим его в редактируемый полигональный режим и переходим в режим работы с полигонами. Выбираем Select, Loop Selection. И выбираем самый верхний ряд полигонов. После чего клавишей T мы выбираем инструмент Scale. Беремся вот за этот зеленый маркер, зажимаем клавишу Ctrl и по двум осям, этот зеленый маркер как раз означает, что мы работаем с двумя осями, начинаем вытягивать здесь вот такой вот балкон. Так, прекрасно. Балкон мы вытянули. Давайте сделаем теперь еще какие-то уступы внизу этого балкона. Снова выбираем Select, Loop Selection. Выбираем следующее кольцо полигонов. Инструмент Loop Selection как раз и отвечает за выбор наших полигонов по кольцу по какому-то. Нажимаем клавишу T, беремся за вот этот зеленый маркер и с клавишей Ctrl снова вытягиваем наш полигон и создаем еще одну такую ступеньку. Ну и повторим это третий раз Select, Loop Selection, следующий ряд, клавиша T, выбираем инструмент Scale и с клавишей Ctrl делаем еще одну ступень. Отлично. Теперь нам надо сделать наверху нашего вот этого балкона какое-то ограждение, сымитировать какой-то заборчик. Значит, для этого нам надо добавить здесь еще одну грань. Итак, во-первых, щелкаем в любом месте пустом сцены, снимаем выделение с наших полигонов. Добавлять грань мы будем инструментом нож, knife. Но перед этим нам обязательно нужно скрыть лишние объекты в нашей сцене, с которыми мы в данный момент не работаем. Это плющ, который мы выращивали на нашем острове и сам остров. Иначе наш инструмент нож будет пытаться привязаться также к этим объектам и вся сцена у вас просто начнет жутко тормозить. Итак, давайте щелкнем правой кнопкой, выберем инструмент knife, нож. Смотрим, чтобы в списке режимов mode у нас стоял луп, закольцованный нож. Ну и выбираем, где нам необходимо провести разрез. Щелкаем левой кнопкой мыши и получаем еще одну дополнительную грань. Прекрасно. Опять заходим в select, loop selection и выбираем только что созданное кольцо полигона. Теперь мы выбираем инструмент перемещения. Это клавиша E в английской раскладке на клавиатуре или вот эта вот кнопка. И с клавишей control вытягиваем эти полигоны немножко вверх, получаем такой вот заборчик. Ну и для того, чтобы сымитировать здесь какие-то фрагменты, не знаю, может какую-то полуразрушенность, мы снова щелкаем мышью в любом пустом месте сцены, нажимаем клавишу 9 на клавиатуре или выбираем инструмент lift selection свободного выделения. И с клавишей shift мы просто начинаем выделять полигоны через один. Если выделили что-то не то, с клавишей control выделение всегда можно отменить. Отлично. Вот мы выделили наши полигоны. Теперь точно так же нажимаем E, выбираем инструмент перемещения и с клавишей control поднимаем их наверх. Вуаля, прекрасно мы получили какое-то неравномерное ограждение на нашем балкончике. Давайте сейчас включим пока видимость нашего острова. Прошу прощения, не плюща, именно острова. И сделаем еще уступы внизу нашей башни. Давайте перейдем в режим редактирования объектов, немножко еще поднимем ее наверх. Да, как-то вот так. И теперь снова переходим в режим работы с полигонами, выбираем select, loop selection и повторяем те же действия, которые мы делали с ее верхней частью. Выделяем кольцо полигонов, нажимаем T, инструмент scale, с контролом за зеленый маркер, тянем, получаем первую ступеньку. Выбираем теперь select, loop selection, следующее кольцо полигонов, T, инструмент scale, и тянем с контролом, получаем еще одну ступеньку. Отлично. Наша башня в принципе готова. Но выглядит она, наверное, немножко великовато для нашего острова, поэтому давайте перейдем в режим работы с полигонами, смотрим, вернее с объектами, смотрим, чтобы у нас был выдан инструмент scale и немножко нашу башню. Уменьшаем. Давайте сделаем это где-то до 75%. Нажимаем клавишу E, инструмент перемещения, включаем и перемещаем нашу башню. Ну, только не за край нашего острова, а ставим ее где-то на самый край и опускаем ее чуть ниже уровня земли, так сказать. Чуть-чуть ее еще подвинем, чтобы она не стояла на самом краю. Отлично. Теперь нам необходимо на нашей башне вырастить плющ. Делаем мы это точно так же, как делали в случае с островом. Заходим в плагины, выбираем наш плагин Eevee Grower, переходим во вкладочку Grow, ставим точку, с которой будет вырастать наша растительность и нажимаем Grow Eevee. В нужный момент нажимаем Stop Growing, переходим во вкладку Burn, нажимаем Give Burn. Прекрасно. И теперь повторяем эти действия со всех сторон объекта, стараясь добавлять плющ как можно более рандомно. Вот, прекрасно. Нашу башню мы окружили плющом. И теперь нам необходимо в первую очередь обрать дублирующиеся текстуры этого плюща. Выбираем в менеджере текстуре Function Remove Duplicate Materials и теперь нам необходимо стекстурировать собственно саму нашу башню. Для этого я тоже буду использовать материал от JSG. Захожу у себя в Fonted Browser и перехожу в JSG Texture Kit Pro. Здесь есть такая папка с материалами как Mugreek, это всякие кирпичи, каменные стены и прочее. И есть такой вот замечательный материал StoneBall. Я его выберу и добавлю на наш куб, который, кстати, можно сразу переименовать. Это будет наш TowerOne. Давайте сейчас перейдем в режим Card Shading, чтобы мы могли видеть как располагается наш материал на башне. Ну, пока он располагается не очень хорошо, поэтому выбираем тег нашего материала и вместо Spherical в пункте Projection выбираем Кубик, после чего, я думаю, можно увеличить где-то до 3 тайлинг нашего материала на объекте. Прекрасно. И теперь все, что нам необходимо сделать, это зайти в редактирование материала и задать материалу какой-то displacement, включить этот канал. Все дело в том, что в материалах от GSG канал displacement уже настроен, просто что он выключен, то есть его необходимо включить. Если вдруг у вас есть материал, в котором канал displacement пуст, то есть здесь ничего нет, вы можете просто перетащить в канал displacement текстуру из канала Color. И после чего выставить необходимую высоту смещения, выставить тип Intensity и посмотреть, что у вас получится. Итак, смещение я включил. все, что теперь осталось делать, это спланировать нашу башню вместе с выращенным на ней плющом по остальным трех углам. Итак, для этого мы сгруппируем, выделим наш плющ и нашу башню, нажмем Alt-G, сгруппируем их в один объект, назовем Tower1 эту башню, с Ctrl мы просто перетянем этот объект, создадим его копию, после чего возьмем инструмент перемещения и с помощью этого инструмента мы будем перемещать, создавать копии наших башен по оставшимся трем углам. Но сначала давайте включим кнопочку Enable Access и немножко подвинем оси координат нашего объекта, чтобы они как-то более-менее совпадали действительно с центром нашей башни. Ну, я думаю, вот так вот относительно неплохо. Не забываем эту кнопочку отключать. Все, и теперь перемещаем наш объект на второй край. Для того, чтобы объект не смотрелся полной копией предыдущего, нажимаем клавишу R или выбираем инструмент Rotate и поворачиваем его примерно на 90 градусов с зажатой клавишей Shift. Прекрасно. Теперь точно так же назовем Tower 2 эту нашу башню. Теперь точно так же копируем клавишу E перемещаем поворачиваем это будет Tower 3 и создаем четвертую последнюю башню перемещение не забываем что это клавиша E на клавиатуре в английской раскладке перемещаем при необходимости разворачиваем так все прекрасно 4 башни по краям у нас созданы ну и давайте теперь нажмем на рендер посмотрим выберем наиболее освещенную сторону посмотрим как будут смотреться наши материалы ну мне кажется картинка смотрится уже так более-менее неплохо теперь давайте создадим здание в центре между нашими башнями я снова перейду в display hidden line переведу в viewport в этот режим и начнем мы создавать наше здание да с какого-то круглого запора который будет находиться вокруг него давайте создадим этот запор с помощью примитива Q перетащим его наверх я уже инструменты перемещения скейла и прочего не буду называть так как клавишами они включаются выключаются мне кажется я уже столько раз повторял что теперь это можно просто запомнить итак давайте настроим размер нашего тюба до нашей трубы конечно удобнее гораздо удобнее было бы это делать например на виде сверху но если честно при таком концепт моделирования что ли больше до моделирования концептарта вернее мне бывает лень туда-сюда переключаться между окнами и поэтому я просто вращаю камеру к объекту тем более что нам тут не нужно строго центральное положение так мы можем еще немножко увеличить внешний радиус давайте до 100 сантиметров например его увеличим и где-то до 70 увеличим внутренний хотя внутренний радиус нам в принципе никакой роли не играет потому что сейчас мы добавим сегментов по высоте нашей трубке сделаем 6 сегментов после чего мы переведем ее клавишей C опять же в полигональный режим и теперь мы выберем select перейдем в режим работы с полигонами сначала прошу прощения выберем select loop selection давайте пока строим наш остров который нам не нужен и вот эти вот все грани мы выделим и удалим точно так же удаляем нижнее кольцо и верхнее кольцо то есть у нас остается только вот эта вот круглая оболочка можем включать наш остров его видимость теперь мы сделаем здесь какое-то подобие окон точно так же как мы делали вот эту вот верхнюю неровность на башне мы выберем клавишей 9 инструмент свободного выделения и начнем просто выделять наши полигоны через один и через ряд давайте пока скроем объекты которые нам мешают в любой момент мы можем включить их обратно отлично мы выделили полигоны необходимые нам теперь нажимаем дырить просто их удаляем будем считать что в этом месте у нас будут какие-то бойницы окна что-то такое теперь мы нажимаем ctrl-a комбинацию клавиш выделяем все полигоны и щелкаем правой кнопкой выше мыши выбираем инструменты экструдия следим за тем чтобы в настройках инструмента у нас обязательно стояла галочка create caps создавать крышки и просто вытягиваем нашу стену наружу ну прекрасно мы получили объемную стену уже с какими-то окнами или бойницами теперь мы можем включить наши башни по краям это нам нужно для того чтобы видеть не пересекается ли нигде наша стена с нашими башнями нет нигде она не пересекается давайте перейдем в режим работы с объектом выберем инструмент перемещения и расположим ее чуть более ровно по центру нашего острова так прекрасно и теперь создадим какие-то неровности собственно наверху нашей башни переходим в режим работы с полигонами щелкаем в любом свободном пространстве чтобы снять выделение выбираем инструмент свободного выделения и выбираем необходимые нам полигоны просто поднимаем их вверх выбираем следующую пару полигонов поднимаем вверх но делаем немножко ниже предыдущих точно так же поступаем со следующей парой и со следующей парой такими вот абсолютно нехитрыми манипуляциями да каким-то просто ну элементарнейшим моделированием мы тем не менее добавляем какой-то детализации нашей сцене да то есть чтобы она не смотрелась она слишком ровно и скучно и теперь давайте повторим то же самое где-то с другой стороны выделяем два полигона поднимаем наверх выделяем следующие два тоже поднимаем немножко пониже предыдущих выделяем следующие два прошу прощения следующие два поднимаем следующие два тоже чуть-чуть поднимаем следующие два можно немножко опустить Ну, вот мы получили какую-то уже неравномерную структуру наверху нашей стены. Прекрасно. Если мы сейчас к нашей стене, давайте назовем IntubeAWall, да, это будет вообще MainWall, это будет главная стена. Если мы сейчас к нашей стене добавим модификатор HyperNerms, мы получим вообще что-то вот такое более сглаженное и более неровное. Мне, например, эта космическая форма понравилась. Давайте HyperNerms тоже сразу переименую. Тоже будет MainWall, отлично, со стеной мы пока разобрались. И теперь приступим к моделированию центральной башни. Моделировать мы её тоже будем из Primitiva. Выберем цилиндр, поднимем его наверх, смотрим, чтобы он у нас располагался где-то приблизительно по центру. Если нет, да, если он располагается не по центру, перейдем в режим работы с объектами, нам проще подвинуть, наверное, нашу стену немножко. Ну, стараемся так, чтобы вся эта композиция, да, стараемся подвигать её так, чтобы она выглядела более-менее ровно, красиво и симпатично. Прекрасно. Давайте перейдем к настройкам нашего цилиндра и мы тоже добавим ему сегментов по высоте. Ну, сделаем, например, 10. Теперь клавишей C переведем его в полигональный режим, уберем ненужный тег любви текстуры, перейдем в режим работы с полигонами, выберем Select, Loop Selection и здесь мы тоже создадим какой-то балкончик с выступами. Только давайте сделаем его, наверное, немножко более низким по высоте, более узким каким-то. Поэтому сначала мы перейдем в режим работы с гранями и с помощью Loop Selection выделим вот эту вот грань, после чего выберем инструмент перемещения и опустим её немножко вниз. Ну, где-то вот так вот, да. Теперь переходим в режим работы с полигонами и берем инструмент Scale и точно так же выдавливаем наши полигоны наружу. Прекрасно. Опускаем теперь следующую грань. Select Loop Selection в режиме работы с гранями. Выделяем вот эту. Берем инструмент перемещения. Опускаем её. Создаем следующую ступень под нашей башней. Переходим в режим работы с полигонами. Select Loop Selection. Выделяем клавишу T. Беремся за зеленый маркер. С Ctrl растягиваем. Да. И сделаем так ещё раз. Грани. Select Loop Selection. Выделяем грань. E инструмент. Перемещение. Перемещаем грань ниже. Режим работы с полигонами. Select Loop Selection. Выделяем кольцо полигонов. T Scale инструмент. С Ctrl. Увеличиваем. Вытягиваем полигоны наружу. Отлично. Вот мы получили какие-то ступеньки. Просто замечательно. Давайте ещё немножко увеличим размер последний. Так. Прекрасно. Что нам осталось сделать? Давайте опять строим наш остров. Строим сейчас пока из видимости наши башни. Строим стену, чтобы она нам не мешала. И нам нужно сюда добавить тоже ещё одну грань. Чтобы сделать здесь какое-то ограждение балкончика. Щёлкаем. В любом месте снимаем выделение. Щёлкаем правой кнопкой. Выбираем инструмент knife. Смотрим, чтобы у нас режим работы инструмента стоял loop. Щёлкаем. Нажимаем. Далее. Получаем новую грань. Select. Loop Selection. Выделяем. Выбираем. И аргент инструмент перемещения. И с Ctrl. С клавиши Ctrl вытягиваем наши полигоны. Прекрасно. Давайте теперь сделаем то же самое, что мы делали с нашими башнями. Выбираем инструмент свободного выделения клавиши 9 И выделяем наши полигоны через один Чтобы вот эти вот маркеры, да, линии наших осей Не мешали нам выделять полигоны Мы можем нажать клавишу Alt и D в английской раскладке И временно их скрыть Главное потом, когда они вам понадобятся Не забывайте, что стоит нажать Alt и D снова И они появятся в линии осей, да, снова появятся в сцене Выделяем Через одну наши полигоны, отлично, выделили Нажимаем Alt и D, включаем линии осей И с клавишей Ctrl поднимаем наверх Прекрасно, мы получили какой-то балкончик Теперь нам, наверное, надо немножко увеличить высоту самой башни, да, сверху Давайте мы снова выберем Select, Loop Selection И выберем вот эту вот крышку Теперь выберем инструмент перемещения И с клавишей Ctrl просто перетянем ее Наверх Прекрасно И давайте сделаем здесь Видимость каких-то окошек, что ли, в этой башне, да, чего-то такого Причем, возможно, нам понадобится несколько рядок этих окон Давайте выберем снова инструмент Knife Щелкаем правой кнопкой И добавим еще одну грань Где-то вот здесь Вот здесь Вот так Слишком высоко Вот здесь И Тоже слишком высоко И вот здесь Отлично И теперь Выбираем инструмент Свободного выделения И с Shift Выделяем Опять наши полигоны через один То же самое делаем через ряд Только стараемся, чтобы наши полигоны выделенные шли в шахматном порядке Отлично Вот мы выделили наши полигоны Теперь берем инструмент Scale Нажимаем клавишу T И с клавишей Ctrl Просто втягиваем их внутрь, да И получаем имитацию каких-то окон, да, чего-то, чего-то такого Прекрасно Теперь нам нужно сделать пару финальных штрихов Да, нужно добавить крышу нашему зданию Давайте это сейчас сделаем Выберем инструмент Loop Selection С клавишей Ctrl Теперь выберем инструмент перемещения С клавишей Ctrl мы поднимем, да, немножко Наши выделенные полигоны Снова выберем Loop Selection Теперь клавишей T выберем инструмент Scale И с клавишей, хотя можно даже без клавиши Ctrl Тогда мы придадим вот такую, наверное, форму Основанию нашей крыши Снова выберем Select, Loop Selection Выберем верх Выберем инструмент Scale И точно так же, в этот раз, без клавиши Ctrl Мы сужаем Делаем нашу крышу остроконечной Итак, вот, собственно, башня Которую мы получили Да Мне кажется, выглядит она неплохо Давайте повключаем теперь элементы Которые были до этого невидимы И посмотрим, как смотрится вся наша композиция на острове Смотрится, по-моему, прекрасно Теперь, что нам нужно сделать Это точно так же дорисовать какой-то плющ На нашей стене и на нашей башне Давайте пока отключим модификатор HyperNerd Над нашей стеной И перейдем в плагин EbiGrowler Делаем все то же самое Что мы делали с островом, с башней Ставим точку И выращиваем наш плющ Итак, отлично На стене наш плющ вырастили Теперь давайте сделаем то же самое с башней Переименуем во-первых ее Это будет Main Tower И продолжаем с выращиванием растительности Растительность нашу мы сформировали Теперь мы можем добавить к нашей башне модификатор HyperNerds Сделать ее тоже более сглаженной Давайте сразу назовем его Тоже Main Tower И под него перетянем Саму нашу башню Прекрасно Осталось сделать в принципе то же самое Давайте мы сгруппируем во-первых Нашу стену Нашу башню И выращенный на них плющ Нажмем AltG И назовем это Buildings Это будет здание Теперь такой же модификатор Мы можем применить к нашим башням Переименуем на такой Tower 4 Выбираем HyperNerds Перемещаем его в группу с нужной нам башней И башню располагаем под ним То есть мы видим Если мы выставляем Достаточное количество сглаживания То наши башни Поскольку мы здесь не создавали Никаких дополнительных Эджей То есть ребер Или линии сетки То наши башни Имеют такие сглаженные очертания Что выглядят в принципе довольно неплохо Сейчас мы их еще затекстурируем И тогда посмотрим Как это будет выглядеть на рендере А пока давайте Все наши башни приведем К единому виду Итак Теперь нам осталось Добавить текстуру На нашу стену И на наше главное строение Давайте прежде чем Мы добавим текстуру Уберем лишнее Сделаем Remove Duplicate Materials И наш Stonewall Мы добавляем К нашей стене Давайте переключимся Current Shading Без отображения линий Текстуру меняем Projection Режим Projection Поменяем на клюбик Немножко Увеличим Тайлинг Да Ну здесь наверное Можно до двух Его увеличить И с Control Перетягиваем эту же текстуру На наше главное здание Майн Тауэр Ну Вроде бы выглядит Даже просто В Viewport Достаточно неплохо И давайте Теперь нажмем на Render И посмотрим Какая у нас получилась По итогу Картинка Ну выглядит по моему Довольно неплохо Теперь нам осталось Добавить В нашу архитектуру Только полуразрушенный Забор Между вот этими вот секциями Между башнями Как мы его будем делать Сделаем мы его С помощью обычного куба И плагина Nitroblast Вот так Давайте свернем все группы Чтоб они нам Не мешали Я опять пока перейду В режим Hidden Line Выключу отображение Цветов и текстур И Добавлю сцену куб Обычный куб Отрегулирую его размеры Сделаю его Немножко потоньше Не таким высоким И Чуть-чуть подлиннее Чтоб он Вот так вот Слегка заходил В нашей башне Можно сделать его еще Поменьше по высоте Приблизительно вот так Отлично Теперь я его подниму Чуть-чуть повыше И Добавлю в сцену Еще такой объект Как Play Значит для чего я Это делаю Это понадобится для работы Плагина Nitroblast Когда мы Разобьем наш куб На части Да Как в свое время Мы разбивали остров На какие-то блоки Нам понадобится Чтобы Эти блоки На что-то упали И соприкоснулись То есть Чтобы сработали Теги динамики Чтобы мы Получили не Литую Вот такую стену Из блоков Да А какой-то Более такой Более разрушенную Фактуру Давайте покажу Пример Как это будет выглядеть Опять пока Отключим все лишнее С чем мы сейчас Не будем работать В сцене И оставим Только то Что нам необходимо Play Еще немножко Подниму Можно Пожалуй Даже куб Сделать Еще чуть Более тонким Давайте Сделаем 27 27 95 273 Например Заходим в наш плагин И добавляем Включаем плагин Метробласт Переношу его Как обычно Вбок Что мы теперь делаем Мы Выделяем Наш плейн И показываем Плагину Что он Он у нас Будет статичным Объектом То есть Он не будет Никуда падать Но С этим объектом Вернее У нас Будет взаимодействовать Другие Поэтому Здесь Во вкладочке Options Плагин Нажимаем Нажимаем Статик Мы видим Как Напротив Нашего плейна Появляется Тег Динамики А напротив Куба Мы наоборот Указываем Что он у нас Динамический И этот куб У нас Будет падать На плейн Поэтому Во вкладочке Options Мы Нажимаем Тег Dynamic После чего Мы выставляем Тоже 50 Частиц Стандартное Такое Количество Блоков На которое Будет разбиваться Наш куб И Нажимаем Fracture Отлично Наш куб Разбит Нажимаем Play И смотрим Что у нас происходит Все наши Частицы Все наши Блоки Разлетаются Возвращаемся В нулевую точку Анимации Но Нам не нужно Чтобы наши Части Разлетались Так далеко Нам нужно Чтобы стена Более-менее Сохраняла Свою первоначальную Форму Поэтому Сначала Мы щелкаем По тегу Динамики Напротив Нашего Plane Прокручиваем Наши Вкладки Вниз И здесь Мы Видим Теги Которые Отвечают За Трение И За Отталкивание От поверхности Это Баунс Отталкивание И Фрикшн Трение Меняем Соответственно Отталкивание У нас будет 0% А фрикшн Трение Выставляем 100% Теперь Щелкаем По Нашему Нашей Группе Нитробласт Куб Разворачиваем Ее И Здесь Вот В группе Мейн Писес Главные Частицы У нас Есть Вкладка Динамикс Барри То же Самое Прокручиваем Ее Вниз И Здесь Находим Те же Самые Значения Баунс Тоже Выставляем На 0 А силу Трение Выставляем На 100% Смотрим Что у нас Теперь Получается Отлично А теперь Это Выглядит Уже Гораздо Более Правдоподобно Находим Тот ключ Анимации Который Нам Подходит Больше Всего Да Ну Я думаю Такой Вариант Будет Довольно Неплох Смотрим Чтобы У нас Не было Здесь Никаких Лишних Частиц Да Которые Падали бы Куда-то Вниз И Мешали Нам Потом На Общей Картинке Теперь Мы Разворачиваем Группы И Выделяем Вот эти Вот наши Сами Частицы С нулевой По Сорок Девятую И Эти Частицы Мы Вытаскиваем Вверх Нажимаем Alt G Соединяем Эту Группу И Называем Эту Группу Например Stonewall Каменная Стена После Чего Группу Нитробласта Мы Можем Удалять Она Больше Не Нужна И Сам Клагин Мы Мы Можем Искрывать Итак Отлично Но 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 У нас Здесь Есть Частицы Которые Ну Просто Висят В воздухе Да И висят Некрасиво Мы Просто Выделяем Мышкой И Нажимаем Delete То есть Лишние блоки Мы Просто Убираем Подчистив Таким образом Нашу Картинку Да Удаляя Все лишнее Все что плохо Вписывается В наш В нашу Стену Мы Добавляем Точно Так же В сцену Объект HyperNerbs Называем Его Тоже Сразу Stonewall И Наши частицы Переносим Под него И Теперь В настройках Нашего Объекта HyperNerbs В Subdivision Editor И Subdivision Renderer Мы Можем Выставить По Одному Сглаживанию Уровня Subdivision А Можем Поднять Немпад Чтобы Наши Камни Выглядели Как-то Чуть Более Округло Прекрасно Plane Нам Тоже Больше Нем Мы Можем Ее Удалять Можем Вернуться В нулевой Кадр На линейке Анимации Она Нам Собственно Тоже Не Нужна Ну И Все Что Нам Теперь Осталось Сделать Это Затекстурировать Эту Стену Вернее И Спланировать Ее Вокруг Нашего Острова Давайте Включим Сейчас Объекты Стальные Чтобы Мы Могли Хорошо Видеть Что У нас С чем Соприкасается Выберем Наш Сторон Волл Передвинем Немножко Вперед Чтоб Он Не касался Нашей Центральной Стены Да Ну Вот так Я думаю Выглядит Довольно Неплохо Давайте Перейдем Теперь В режим Carid Shading Чтобы Мы могли Видеть Наши Текстуры Как они Будут Ложаться На камне Развернем Нашу Группу Stonewall И удалим Все Что нам Здесь Не надо В частности Мы удалим Теги Которые Относятся К текстурам QV Выделим Нажмем Delete И точно Так же Мы удалим Теги Которые Относятся К выделению Так как Нитробласт Автоматически Создает Выделение В блоках Для передних И Оборотных Сторон Блока Нам они не нужны Эти стороны У нас будут Покрыты Одинаковой Текстурой Сразу Заходим В менеджер Текстур Делаем Функшн Remove Unused Materials Удаляем Неиспользуемые Материалы Те Которые Создал Нитробласт И Наш Материал Stonewall Мы Накладываем На Наши Не На каждый Камень В отдельности А на группу С нашими Камнями После Чего В пункте Projection В настройках Нашего Тега Текстуры Мы выбираем Не UVMaking Тоже Выбираем Кубик И Пожалуй Увеличим Количество До Трех Или До Трех Что будет Лучше Смотреться Мне кажется До трех Будет Немножко Симпатичнее Все Теперь нам Осталось Только Наши Блоки До Нашу Стему Развернуть И Склонировать Что мы Сейчас Сделаем Прежде чем Мы будем Нашу Эту Крупу Копировать Давайте Включим Режим Enable Axis И Как и в Случае С Нашими Пашнями Подвинем Ости Координат Ближе Центру Нашего Объекта Чтобы Нам Было Удобнее С ним Работать И Чтобы Центр Вращения У него Находился В середине А не Где-то За границей Объекта Самого Прекрасно Отжимаем Эту кнопку И Выключаем Режим Enable Axis И Теперь Мы Копируем И Разворачиваем Нашу Стену Выбираем Инструмент Rotate И С Клавишей Shift Поворачиваем Нашу Стену На 90 Градусов После Чего Инструментом Перемещения Переносим Ее В Нужное Нам Место Продолжение следует Теперь Последнее Что нам Осталось Делать Это Выделить Наши Четыре Стены Раз Первые По Четвертую И Немножко Опустить Ниже Как-то Приблизительно Так Вот Все Мы Получили Строение Наверху Нашего Острова Что мы будем Делать Теперь Мы Будем Делать Цепи Которые Будут Свисать По Покам Нашей Вот Этой Глыбы Нашей Скалы Так Во-первых Давайте Включим Здесь Отображение Нашего Ключа Чтобы мы Видели Приблизительно Откуда Будут Вырастать Наши Цепи И Цепи Мы Сделаем С помощью Сплайна Также Мы Сделаем Какой-то Элемент Цепи Который Мы Потом Просто Склонируем По Сплайну Давайте Собственно И начнем С этого Элемента Нажимаем Ctrl N Или File New Создаем Новый Файл Здесь Заходим В примитивы И Выбираем Примитив Торус Давайте Перейдем В дисплей Card Shading Lines Ну В принципе Такая Сетка Я думаю У нас Устроит Мы Нажимаем Клавишу С Переводим Наш Торус Редактируем Режим Выбираем Scale И Немножко Растягиваем Его Кладной Оси После Чего Мы Этот Торус Копируем Выбираем Инструмент Вращения И Поворачиваем Его На 90 Градусов После Чего Перемещаем Чуть Вперед И Вуаля Мы Получили Элемент Цепочки Все Остальное В принципе Будет Делать Волер Давайте Выделим Оба этих Торуса Нажмем Alt G Скопируем Группу И назовем Эту группу Например Chain Элемент Элемент Нашей цепочки Нажимаем Edit Copy Вернее Выбираем Edit Copy Выбираем Виндов Переходим В Переходим В нашу Основную Сцену И Здесь Вставляем Через Credit Pass Вот Вставилась Наша Цепь Давайте Сразу Для экономии Оперативной Памяти Сделаем File Close В файле С цепочкой Он нам Собственно Не нужен Да Здесь Сейчас Мы Этот Chain Элемент Просто Уменьшим Опять же С помощью Инструмента Scale Ну Как-то До Каких-то Таких Размеров Я думаю Теперь Нам Необходимо Создать Направляющие Сплайны По Которым Этот Элемент Будет Располагаться Давайте Сейчас Перейдем В Вид Спереди Либо В Вид Сбоку Ну Вот Вид Спереди Я Например Открою И В Группу Сплайнов Ну Я Выбираю Как Мне Удобно С ним Работать Рисуем Сплайм Цепь Рисуем Немножко Длиннее Чем Наш Остров Где-то Вот так Вот Прекрасно Можем Возвращаться Обычный Вид Давайте Даже Пока Перейдем Эксплей Inline Сделаем И Что нам Теперь Необходимо Сделать Нам Необходимо Добавить В нашу Сцену Клонер Выбираем Маграф Клонер И Под него Перетягиваем Наш Chain Элемент То есть Клонировать Мы будем Именно После После Этого Нам Надо Указать Клонеру Что Этот Chain Элемент Нам Необходимо Клонировать С Определенным Шагом По Пути Этого Сплайма Переходим В Клонер Открываются Его Настройки И В режиме Mode Вернее Во вкладке Mode Мы Выбираем Object То есть Клонироваться Наши Элементы Цепочки Будут Согласно Какому-то Объекту Объекту И В Появившееся Поле Объект Мы Соответственно Перетягиваем Наш Сплайн Мы Сразу Переименовать Это будет Chain Сплайн 1 И Мы Уже Видим Как Цепочка Начала По нему Клонироваться Но 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 Опять Переходим В Клонер И Здесь Мы Можем В поле Дистрибьюшн Распространение Выбрать Тип Распространения Клонера По нашему Сплайн Каунт То есть По нему Будет Располагаться Определенное Количество Клонов Нас это не устраивает Мы Выберем Step Шаг То есть Наши клоны Будут располагаться С определенным Шагом Сейчас он стоит По умолчанию 100 см Мы Просто уменьшаем Это значение Пока визуально Нас Картинка Не устраивает Давайте Немножко Приблизимся И Посмотрим Как выглядит Наша цепочка По-моему Замечательно 28 см Как раз То значение Которое В принципе Было Нужно Итак Отлично Все что нам Теперь осталось Сделать Это Склонировать Наш сплайн И Наш Клонер Так Клонер мы Переименуем Это будет Chain1 Цепочка 1 Клонируем Наш сплайн Это будет Chain2 И Переходим В режим Работа с объектом И сейчас Мы просто Повернем Его вокруг Своей оси Но Поскольку Здесь Центральная ось Не совпадает С центральными Точками Сплайна Мы Заходим В меш Выбираем Access Center И выполняем Команду Center Access To В результате Чего У нас Кость автоматически Центрируется По нашему Сплайну Теперь Выбираем Инструмент Rotate И Поворачиваем Наш сплайн На 180 градусов Прекрасно После чего Инструментом Перемещения Мы его Переносим В другую Сторону Нашего Острова Отлично Теперь Мы Копируем Наш клон Называем Его Chain2 И В уже Скопированный Клон Подставляем Наш новый Сплайн Все Прекрасно Да Наша Цепочка Появилась С этой Стороны Отлично Теперь Мы Разворачиваем Нашу Наш сплайн Еще на 90 градусов Копируем Его Перед Этим Это Будет Наш Третий Сплайн Выполняем Команду Rotate На 90 градусов Поворот И Тоже Переносим В нужное Нам Место Прекрасно 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 Копируем Наш Клон Прекрасно Вместо Второго Сплайна Подставляем Треть Отлично И Теперь Последний раз Повторяем Эту процедуру Для Для Нашей Четвертой Цепи Поворачиваем На 180 градусов И Пожалуй Единственное Что мы можем Подправить Это Вот Этот Сплайн Он У нас Почему-то Уехал Куда-то Далеко Вбок Мы Немножко Переместим В центр Нашего Острова Все Отлично Наши цепи Готовы Сколько Это у нас Заняло Наверное Я думаю Не более Пяти минут Прекрасно Теперь Осталось Их Затекстурировать Для этого Я тоже Воспользуюсь Стандартным Материалом Я зайду В контент Браузер И В Том же Паке От JSG Английской Элгорилла Есть Такой набор Текстур Металлов И Здесь Есть Такая Прекрасная Текстура Называется Она Rustic Голд Это Какое-то Такое Старое Потертое Золото Двойным кликом Перемещаем Его В сцену И Переносим На наш Chain1 На Сам Наш Клоне Давайте Сейчас Приблизим Камеру И Сделаем Display Current Shading Посмотрим Как Текстура Будет Смотреться У нас На Нашем Объекте Щелкнем По самому Тегу Текстуры И Выберем Не UV Не UV Mapping А Выберем Ubic Мне кажется Такая раскладка Будет лучше Теперь Скопируем Этот тег Текстуры На остальные Клонеры И Немножко Подправим Саму Текстуру Мне Лично Не нравится Вот этот Желтый Оттенок В Reflection И Поэтому Я зайду В настройках Текстуры Зайду В канал Reflection И Mix Mode Multiply Поменяю На Норму После Чего Согласно Карте Согласно Вот этому Фильтру Наша Текстура Станет Белой Она Перестанет Смешиваться С желтым Цветом Наверху Будет Более Серебристая Ну и Давайте Сейчас Посмотрим Как Текстура Ложится На нашу Цепочку Выберем Команду Render Region И Растянем Просто Рамку Вокруг Того Кусочка Который Мы хотим Просчитать Во Viewport Ну По-моему Выглядит Далеко Не худшим Образом Особенно Учитывая То что Такой крупный Шот Этой Цепочки Нам не нужен Мы будем Видеть ее Все равно В отдалении Не забываем Сохраняться Чем чаще Мы нажимаем Ctrl-S Тем лучше Потому что У меня уже За время Записи урока Эта сцена Вылетела Раза Два Или Три Наверное Поскольку Она Довольно Тяжелая У нас Получается Так Давайте Мы сейчас Наши цепи Тоже Объединим В группу Так Назовем ее Change Ну Что Нам нужно Сделать Следующим Этапом Это Создать Дополнительные Острова Два Дополнительных Острова На которых Будет просто Расти Какой-то Лес На самом деле Работы Нам осталось Совсем Чуть И мы Сможем Получить Уже Финальную Картинку Давайте Приступим Мы Просто Скопируем Наш Island1 И Island1 Ивис Давайте Соединим Тоже Крупы Назовем Island1 И Скопируем Наш Остров Это будет У нас Остров 2 Перед тем Как копировать Вы видите Я Уже Немного Настроил Камеру Потому Как Я хочу Уже Видеть Приблизительное Расположение Наших Наших Островов В кадре Камеру Мы можем Немножко Повернуть Чтобы Острова Не смотрелись Так Плоско Так Отлично Вот первый Остров Он у нас Уже есть Теперь Уже 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 нашей камеры. Теперь давайте приступим к созданию нашей растительности на втором острове. Для этого мы тоже будем использовать библиотеку Cinema 4D. Заходим в Windows Content Browser и переходим в папку Visualize. Здесь у нас есть такая под папочка Objects и если мы прокрутим окно Content Browser вниз, то здесь мы увидим папочку Plants растения. Здесь у нас есть большой набор всякой растительности. Здесь и пальмы, и цветы, и какие-то декоративные элементы от заборов, дерева, кусты, все что угодно. Я использовал вот такую вот сосну, наверное да, что-то ель, что-то подобное для своего проекта. Два раза щелкаем по ней, добавляем ее в сцену, перетягиваем ближе к нашему второму острову, ну и естественно инструментом Scale мы ее уменьшаем. Делаем ее приблизительно такого размера. Перемещаем так, как нам нужно. Можно еще немножко ее уменьшить, пока мне кажется она слишком у нас огромная получилась, ну наверно как-то вот так. И теперь мы инструментом Cloner просто клонируем наши деревья, чтобы они занимали всю поверхность острова. И так давайте добавим Cloner, сразу переименуем, назовем его Trees деревья. И перетянем группу с нашим деревом. Да, давайте переименуем его, это будет наше дерево Tree. Перетянем под наш Cloner. И теперь мы его немножко настроим. Mode мы переключим не Linear, а Great Array, да, сетку сделаем. По осям X и Z мы оставим пока по три клона, а по Y мы оставим один, поскольку нам не нужно, чтобы наши деревья клонировались по высоте. И теперь давайте переместим наш Cloner. Нужное нам пространство. Так, прекрасно, вот мы уже получили, да, тут какой-то лес на поверхности нашего острова. Но пока он выглядит неинтересно и слишком как-то равномерно, что ли. Во-первых, давайте для начала настроим расстояние между нашими клонами. Давайте я переключусь снова в дисплей Hidden Line, чтобы лучше видеть наши модели. Увеличим немножко расстояние. Давайте попробуем увеличить его до 300 сантиметров и до 300 сантиметров по Z, то есть по X и Z. Мы увеличим расстояние между клонами до 300 сантиметров, чтобы наши деревья просто не сливались в одно такое пятно. Отлично. Не забываем сохраняться, потому что на этом этапе, поскольку сцена тяжелая синема, начинает часто вылетать. И теперь для того, чтобы как-то наш лес сделать менее равномерным, мы добавим к нашему клонеру модификатор, такой эффектор как Random, да, элемент случайности добавим. Отлично. Щелкаем по Random. Перед тем, как добавлять его в сцену, этот эффектор Random, не забываем выделять наш клонер, наши деревья. Теперь щелкаем по самому эффектору и переходим в его настройки. Открываем группу параметров. Итак, мы видим, что здесь у нас стоит смещение, да, по XYZ. Смещение по вертикали мы выключаем. Оно нам не нужно. Смещение по осям X и Z мы немножко уменьшим. Давайте до 30 сантиметров, да, пробуем уменьшить это смещение. Можно даже до 25, чтобы наши деревья не выпадали за край нашего острова. Ну вот так вот вроде все выглядит отлично. И давайте включим еще Scale. Да, это разбивка по размеру. То есть мы также включим какой-то Random в размере наших деревьев, чтобы они выглядели немножко разными. Здесь ставим галочку Uniform Scale и пробуем в поле Scale поставить единицу, посмотрим, что получается. Ну, это слишком большая разбежка. Ставим 0,5 тоже. Давайте попробуем поставить 0,2. 0,25. Ну, вот так, по-моему, в самый раз. Да, мы видим здесь какой-то лес. Он расположен неравномерно. Деревья у нас различные по высоте и ширине. Ну что ж, прекрасно. Все, что нам осталось сделать, это теперь скопировать вот этот второй остров, да, вместе с нашим лесом. Просто перенести его в другую сторону. Давайте это сделаем. Так, давайте сгруппируем наши деревья с нашим модификатором. Random, да. Это у нас будет Forest, лес. Давайте перенесем его чуть пониже и сгруппируем его со вторым островом. Назовем эту группу тоже Island 2. Прекрасно. Теперь мы эту группу с Control перетягиваем выше. Она у нас копируется. Называем следующую группу Island 3. И перетягиваем ее в другую сторону. Прекрасно. Можем опустить этот остров немножко пониже, да. Ну, вот что у нас получилось. Теперь давайте мы сделаем края нашего кадра немножко менее прозрачными, чтобы видеть, что у нас, собственно, входит в кадр, а что нет. Для этого давайте зайдем в Mode, View Settings. Это настройки нашего Viewport. Перейдем во вкладочку View. И здесь во вкладке, вернее, в настройке Tinted Border, да, у нас она должна быть включена, затененные края. Во вкладочке opacity, прозрачность, выставим, например, 80%. Да. Теперь мы видим, что наши края затенились еще больше и мы четко видим, да, границы нашего кадра, что у нас будет входить в рендер. Так, замечательно. Не забываем, еще раз напоминаю, сохраняться. Сохраняемся как можно чаще, чтобы не делать потом лишней работы. Потому что у меня уже за это время Cinema вылетела, наверное, раз в шесть и я ее перезапускал. И теперь давайте, собственно, настроим освещение в нашем кадре. Итак, наша HDRI-карта, вот эта, да, с закатом нам больше не понадобится. Мы можем ее удалять. Functions, remove unused materials, удаляем материалы, которые к ней относились. Они нам тоже не нужны. И сейчас мы будем использовать два источника света. Вернее, источник света как таковой у нас будет один. А вторым источником у нас будет служить HDRI-карта, которую мы тоже сделаем на основе нойза, шума. Давайте добавим сначала в сцену источник, выберем Spotlight. Он будет у нас светить, да, в направлении вот этого нашего центрального острова. Будет светить вот из этого левого угла. Ну и давайте сейчас выключим пока нашу камеру и перенесем наш источник в нужном нам направлении. Включаем инструмент Rotate и разворачиваем его с клавишей Shift на 90 градусов. После чего размещаем его в сцене так, чтобы он у нас не был виден в кадре, да, естественно, как источник. Но светил откуда-то из-за края кадра, освещал нашу сцену. Чтобы лучше видеть, как источник влияет на сцену, я переключу дисплей в режим Carriage Shading. Отлично. Так, давайте посмотрим. Вот этими вот центральными маркерами, да, мы можем управлять нашим источником света. То есть, перетягивая за центральный маркер, да, мы можем изменять его длину. Соответственно, перетягивая крайние маркеры, можем изменять ширину нашего светового потока. И что нам еще необходимо сделать, это сделать наш свет видимым в кадре, да, то есть, чтобы мы четко видели такую вот световую полосу лучей света или световое пятно, как правильно сказать. Для этого мы щелкаем по нашему источнику, переходим в его настройки. Во-первых, для начала нам необходимо включить отображение теней. В списке Shadow, включаем Shadow Maps Soft. И следующим списком у нас идет Visible Light, да, это видимый свет. Мы включаем полуметрическую модель, включаем опцию полуметрик. И что нам еще остается сделать, это добавить какие-то видимые такие световые искажения, что ли, даст какой-то такой туман в наш свет. Это тоже делается в настройках света. Переходим во вкладочку Noise и в типе шума, да, мы можем выбрать, куда добавить этот шум. В канал видимости, либо в канал свечения Illumination, либо в оба канала Both. Мы добавляем наш шум в оба канала. Тип шума переключаем на Wavy Turbulence и можем немножко добавить ему яркости. Выставим, например, тоже 25%. Да, вот здесь вот мы видим такое небольшое превью, как будут выглядеть наши шумы. И теперь после того, как мы в настройках света выставили модель полуметрик, у нас появился еще один такой маркер, который мы тоже можем взять, перетянуть вперед. Этот маркер обозначает затухание видимого потока света. То есть, если вот от источника, да, и до этого маркера у нас будет идти световой поток, который мы будем видеть, да, он будет идти без затухания, то после вот этого маркера, да, вот на этом отрезке вот этого и до этого оранжевого маркера он начнет затухать, да. То есть, здесь уже будет идти ослабление светового потока. И этот отрезок, его длину мы тоже можем регулировать с помощью вот этого вот маркера. Итак, давайте сейчас посмотрим из нашей камеры на нашу сцену, да, и выставим свет, наверное, вот как-то так. Давайте немножко увеличим, может, наше световое пятно. Опять же, не забываем сохраняться. И давайте нажмем на рендер, посмотрим, что у нас получается. Ну, в принципе, световой рисунок на картинке у нас получился довольно неплохой, но что мне здесь не нравится, это множество черных вот таких вот провалов, да, слишком черных областей, поскольку у нас нету никакого света на бэкграунде. И для того, чтобы немножко подсветить наш фон, мы сейчас как раз и используем, создадим HDRI-карту. Давайте закроем карендер, перейдем снова в редактор. И добавим в нашу сцену объект Sky. Теперь давайте создадим текстуру для нашего объекта Sky. Два раза щелкнем в менеджере текстур. Да, сейчас мы создадим HDRI-карту. Два раза щелкаем по текстуре, заходим в настройки, выключаем все каналы, которые здесь включены, в частности Color Spectacular, и включаем один канал, это Luminance. И в качестве текстуры для нашего канала свечения мы задаем Noise. Давайте перейдем, щелкнем по шейтеру, перейдем в его настройки. Ну и, во-первых, мы изменим тип нашего ноиза, тоже поставим Blister Turbulence, немножко увеличим Global Scale, выставим на 250%. Да, и давайте мы наш черный сделаем не таким черным, а сделаем его чуть-чуть светлее, чтобы он немножко светлее был у нас на бэкграунде. Давайте по RGB выставим по 50, поднимем его, сделаем чуть более серым. Так, здесь все оставляем как есть, переходим ниже и точно так же поднимаем наш нижний порог, порог черного, до 40. Теперь мы видим, что наша текстура стала более неравномерной. И последнее, что нам остается сделать, это включить флажок Use as Environment, использовать как окружение, поскольку мы эту текстуру будем использовать как HDRI карту, да, как окружение нашей сцены. Единственное, что, наверное, я бы еще сделал, это немножко уменьшил ее яркость Brightness. Давайте попробуем уменьшить до 25, чтобы она не перебивала наш основной свет и у нас не возникало пересветов. После того, как мы настроили шейдер с нашим шумом, вернемся наверх и настроим, собственно, само свечение. Давайте значение Brightness вверху выставим на 0%, да, поскольку свечение белым цветом нам совершенно не нужно. А наше свечение с помощью нашего шума мы выставим на 10%. То есть у нас это будет не основной свет, а легкая такая подсветка заднего плана. Давайте сразу переименуем наш материал, назовем его Sky. И теперь мы этот материал перетащим на наш Sky, то есть это будет наш задний план. Ну и теперь мы можем переходить уже к финальному рендеру. Давайте зайдем в настройки рендеринга. Я здесь для того, чтобы не ждать результата, очень долго выставлю разрешение 1200 пикселей по длинной стороне. Вы можете, если вы делаете финальный рендер, поставить разрешение от 2000 и выше. Зависит уже от времени ожидания, от мощности вашей машины и так далее. Дальше мы включим, поставим галочку Save, да, включим опцию сохранения и зададим имя и расширение формата файла. Include Sound галочку можем снимать, поскольку никакого звука здесь у нас в сцене нет. Я обычно для финального рендера задаю формат PNG и ставлю 16 бит на канал, для того, чтобы не терять никакую информацию в цвете. Ну и зададим имя нашему рендеру. Нажимаем сохранить. Все, больше никаких настроек нам в принципе делать не нужно. Можем нажимать кнопку просчет и после того, как просчитается наша финальная картинка, переходить уже к ее постобработке. Итак, после того, как наше изображение полностью просчиталось, нам необходимо импортировать его в Lightroom для какой-то первичной цветокоррекции. Но поскольку Lightroom по каким-то своим причинам не поддерживает формат PNG, то сначала мы это изображение открываем в Photoshop и сохраняем его в формате PSD, документа Photoshop. Прекрасно, после этого в Photoshop мы его можем закрывать, переходить в Lightroom. Здесь мы нажимаем кнопку импорт и импортируем сюда наше изображение. После этого выбираем его и переходим в режим Develop. Здесь наша задача, это первичная цветокоррекция, да, с коррекцией экспозиции. То есть мы можем сделать изображение чуть светлее, добавить ему здесь какой-то более такой, да, наверное, теплый или наоборот чуть более, может быть, попробовать добавить холодный оттенок. И я бы еще добавил нашему изображению немножко контрастности, мне кажется, ее здесь не хватает. Ну и чуть-чуть бы вытянул детали в тенях. Прекрасно. В Lightroom есть такой очень классный инструмент, как Graduated Filter. То есть, по сути, это те же градиенты, с помощью которых мы можем управлять определенными областями изображения. Нажимаем вот эту вот кнопку, растягиваем один такой градиент. Коррекцию по экспозиции в самом градиенте я поставлю 0. Вот у нас открылось, собственно, окно с настройками именно этого градиента. И выставлю в настройках градиента более теплую температуру. Мы можем попробовать добавить здесь контраста. Можем попробовать перемещать этот наш градиент. В частности, переместить его сюда немножко, чуть ниже, чтобы он влиял на большую часть, на большую половину нашего изображения. Для того, чтобы перейти после этого к работе с общим изображением, нам снова надо нажать на кнопку Graduated Filter. После чего я еще добавляю общей цветности с помощью Vibrance к нашему изображению. Не с помощью Saturation, а именно с помощью Vibrance, потому что этот движок позволяет избегать задирания в таких пограничных цветах. То есть у нас не появляется каких-то пережженных цветовых шумов. После этого мы можем перейти к цветокоррекции, к общей, да, и каждый цвет, который у нас присутствует на изображении, и подкорректировать немножко отдельно. В частности, например, зеленый оттенок мы можем сделать совсем чуть-чуть более желтым, чтобы он не был у нас таким циановым. Можем перейти в Saturation и немножко еще увеличить насыщенность нашего желтого цвета, да, чтобы он был более таким привлекательным. Можем перейти в Luminance и точно так же свечение нашего зеленого чуть-чуть снизить, чтобы он был более заметен вот в этом потоке света. Так, прекрасно. И опустимся в самый конец настроек, в пункт Camera Calibration. С помощью вот этих вот движков Red Green и Blue Primary мы точно так же можем немножко подкорректировать нашу работу. Так, отлично. Давайте чуть-чуть понизим насыщенность, поскольку мы будем еще нашу картинку обрабатывать в Photoshop. Ну, в принципе, я думаю, в Lightroom, да, на скорую руку мы сделали все, что нам было необходимо. Да, можем еще чуть-чуть проявить какие-то детали, да, в самых темных участках нашего изображения. Ну, чтобы изображение смотрелось чуть контрастнее, да, совсем немного снизить тени. И вот здесь вот все-таки добавить чуть-чуть меньше цветов, наверное. Вот так вот отрегулировать наш контраст. Ну, в принципе, все. Теперь мы щелкаем по изображению правой кнопкой мыши и выбираем Edit и редактировать в Photoshop. После чего мы передаем туда изображение с правками, которые мы уже сделали в Lightroom Edit Copy with Lightroom Adjustment. И нажимаем Edit. Первое, что мы сделаем после того, как изображение откроется в Photoshop, это создадим новый слой. Назовем его Blur и добавим нашему изображению какой-то глубины резкости, да. Зайдем в Filter, Blur и выберем Tilt Shield. Теперь мы развернем немножко наши направляющие, да, и растянем их так, чтобы они не затрагивали у нас центральный остров, ну, и чтобы наше это размытие, да, напоминало как-то глубину резкости. Да, конечно, можно было бы сделать это маской, да, можно было бы сделать это с помощью Z-Depth, то есть выгнать маску глубины из Cinema 4D отдельным пасом. Но, мне кажется, здесь этот способ гораздо проще, чем способ с настройкой камеры в Cinema 4D и гораздо быстрее. Давайте немножко уменьшим размер нашего размытия, да, иначе оно получается слишком, слишком сильное. Подрегулируем еще наши направляющие, чтобы размытие выглядело более-менее реалистичным. Попробуем еще уменьшить до, наверное, где-то 7 пикселей. Да, вот так вот, мне кажется, изображение выглядит лучше. Ну, отлично. Оставим. Оставим так нашу картинку и нажимаем ОК. Итак, все, мы видим, как размытие, да, применилось к нашему изображению, но вот здесь вот у нас размытая часть цепи, которая, в принципе, должна оставаться в резкости. Поэтому мы нажмем на кнопку Mask, Head Layer Mask, создадим маску в нашем слое. Нажмем на клавишу B, кисть, и с помощью кисточки черного цвета, выделив маску, следим, чтобы, щелкаем правой кнопкой мыши, открываются параметры кисти, и следим, чтобы мягкость кисти стояла в 0, вернее, жесткость стояла в 0%. И протираем вот здесь вот нашу цепь. Все, теперь она у нас тоже в резкости, да, в принципе, с глубиной резкости у нас все ОК. Этот слой с помощью клавиш Ctrl-E в английской раскладке мы можем определять, мы можем сводить к предыдущим. Нажимаем клавишу Ctrl-J, создаем новый слой. Это у нас будет слой со светом. Здесь мы тоже будем использовать плагин. Заходим в фильтр, Digital Film Tools, и у меня есть такой плагин, он называется RACE лучи. Собственно, как следует из его названия, он создает лучи света, заполняющего именно света на изображении. С помощью вот этой вот точки вы можете подредактировать, да, это точка, откуда испускаются наши лучи. Ну, в данный момент я поставил ее сбоку изображение, поскольку свет у нас идет отсюда, с левой стороны. Если какие-то параметры вас не устраивают, вы можете их подредактировать, да, в частности, это длина лучей, яркость, их количество, то есть и количество фазы, и размытость, ну и так далее. Меня сейчас на картинке все устраивает, поэтому я нажимаю кнопку да, и вижу, как у меня на изображении появляется дополнительный такой заполняющий свет. Прекрасно, теперь я создаю еще одну копию слоя, называю ее Lux, на всякий случай сохраняю изображение. И захожу в фильтр, еще один плагин для такой быстрой и довольно неплохой цветокоррекции, это Magic Palette Photolux. В отличие от простого Magic Palette Lux, вернее от просто Magic Palette Lux, который предназначен для After Effects Photolux, предназначен именно для Photoshop. Итак, если мы подведем курсор к левой части экрана, мы увидим здесь вызывающие пресеты, да, которые тоже сгруппированы по каким-то различным категориям, и каждый из пресетов представляет собой какой-то набор инструментов для цветокоррекции, да, уже сложных. То есть мы можем здесь пощелкать по разным инструментам, да, по разным пресетам, и мы будем видеть, как изменяется наша картинка. Само собой, что любую из этих настроек, да, которые мы видим внизу, мы можем точно так же изменить, щелкнув по ней, да, и изменив значение вот здесь вот с правой стороны. Итак, давайте подберем какой-либо подходящий эффект для нашей картинки, подходящую цветокоррекцию. В частности, вот здесь вот в группе Classic Stock Emulation есть неплохая цветокоррекция, которая хорошо подходит для теплых изображений, изображений с теплым оттенком, которая называется Bleach Bypass Wall. Точно такая же есть и для холодных, но мне не нравится, как она выглядит на нашей картинке. Поэтому я беру Bleach Bypass Wall. В принципе, любой из ее составляющих мы можем отключить, да, заодно посмотрев, что за что у нас отвечает. Но ничего здесь отключать я в данный момент не буду. Меня устраивает то, как картинка выглядит, поэтому я нажимаю Finish. Все, после короткого ожидания мы видим, как цветокоррекция применилась к нашему изображению. Ну что ж, прекрасно. Давайте сохраним изображение еще раз на всякий случай. Скопируем еще раз наш слой. Зайдем снова в фильтр Magic Bullet Photolux. И в группе Diffusion and Light есть такой эффект, как Галоген. Выбираем его, да, и мы видим, что центр нашего изображения становится более светлым, да. И, в частности, у нас здесь появляются вот такие вот синие оттенки, синие полоски, да, что-то напоминающее жалюзи. Вот их мы сейчас и подредактируем. Щелкаем по модификатору Face Flayer внизу нашего кошка. И меняем параметр. В частности, софтность выставляем на 100%. Spot Exposure нашу винетку, да, увеличение экспозиции. Вот здесь, в центре кадра мы оставляем, в принципе, так же. Возможно, только в два раза щелкнем, чуть-чуть уменьшим значение. Отлично. Теперь нажимаем Finish. Ну и мы видим, да, насколько изменилось теперь наше изображение с последними несколькими слоями цветокоррекции. Пожалуй, единственное, что нам осталось сделать, это убрать вот этот вот пересвет, который мне здесь, ну, совершенно не нравится, который у нас произошел из-за последней операции по цветокоррекции изображения. Давайте создадим, применим к последнему слою маску. Нажмем кнопку Play Mask. И точно так же с помощью мягкой кисти со значением партность 0%, да, выделив нашу маску, мы уберем вот этот вот пересвет в цветах. Сделаем кисть поменьше. И можем уменьшить ее. Непрозрачность для того, чтобы переход между маской и основным слоем не слишком бросался в глаза. Если нам нужно подправить маску, да, то есть вместо черного цвета использовать белый, то есть открыть маску в некоторых областях, мы переключаемся между основным и дополнительным цветом клавишей X в английской клавиатуре. Ну вот, в принципе, и все. Наша картинка готова. Мы можем с помощью клавиш Ctrl-Shift-E слить все слои в один. И нам остается только добавить резкости к нашему изображению. Что мы сейчас и сделаем. Заходим в фильтр, шарпен и выбираем Smart Sharpen. Настраиваем здесь параметры таким образом, чтобы наша картинка выглядела резкой, да, но не слишком, не выдирающей такой, да, глаза своей резкостью. После того, как мы подобрали значение, нажимаем клавишу ОК. Если картинка все-таки выглядит излишне перешарпленной, мы можем, не применяя никаких других фильтров и не делая никаких других операций, зайти во вкладку Edit и выбрать пункт Fade Smart Sharpen. И уменьшить его, допустим, да, на 50%. Нажимаем ОК. Все. Замечательно. После этого нам осталось только сохранить нашу картинку. И все. Ну, я надеюсь, что этот урок, хоть он и получился очень длинным, был вам полезен. Вы узнали из него что-то новое, да, какие-то принципы работы, может, моделирование, да, текстуринга, еще чего-то. Вот. Ну, все. До встречи в следующих уроках. Пока.